Добрый день! Еще хочется сказать, мы продолжаем наш цикл об урбанистике Санкт-Петербурга, и сегодня я хочу поговорить о зоопарках. Зоопарки – это вещь замечательная. Существам, которым не хватает наслаждения с природой, то есть человеку, всегда там можно зайти с этими животными и пообщаться с этой самой природой. Это раз. Притом, а второе, что у человека и всех, наверное, других живых существ – один из самых сильных хорриллических инстинктов. И поэтому общение с всякими собачками, кошками, черепашками и всем прочим, оно для него является потребностью. Таким образом. Ну и развлечение детей. Вот сейчас, слава Богу, был проект большого мега-зоопарка Вьюнталова на месте заказника, и он провалился. И мои коллеги по градозащитному движению с ним боролись, и они победили в данный момент. Решили сделать в Ржевском лесопарке, и он тоже провалился. Но я сейчас хочу предложить нечто совсем иное. Я хочу сказать, что Петербургу не нужен мега-зоопарк. У него есть свой зоопарк, маленький, убогий. В нем медведи и кошки большие, львы и тигры. Содержатся в ужасающих устройствах. Говорят, что представители Западной Европы, проходящего зоопарка, когда видят медведя, сидящие в крохотной клетке, начинают рыдать. Но мы к этому привыкли. И я хочу сказать, что речь надо создавать о целом серии зоопарков. Они будут небольшие, может быть, в гектар, 100 метров на 100 метров. Может, 200 на 100 метров. Но они должны быть в каждом районе. Вместо одного суперзоопарка нужно большое количество разбросанных зоопарков по всевозможного рода районам города. Как он должен быть выглядеть? На сегодняшний день самым главным в зоопарке является зона общения. Когда человек приходит и общается с живыми существами. Обычно они выпрашивают кровь. Это прибыльно для зоопарка, потому что тут же рядом и это дело покупается. И капуста, и морковка для того, чтобы накормить несчастных животных. Но там в основном домашние животные. Гуси, утки, козы, овцы, поросята и так далее. Мы их и кормим. И такая зона должна быть. Вот этот фермерский дворик или скотный двор. В каждом из этих многочисленных зоопарков. Там будет вот такая зона. И она больше всего интересует детей. Потому что это живое, тектильное удовольствие от общения с живыми существами. И еще что-нибудь. Например, вот такая зона и слоновник. Там будет несколько слонов обитать. Достаточно большой территории. Сотни 200 метров. И как бы почти и все. А в другой мы придем. Там у нас будет Австралия. Там у нас будет скакать ченгуру. Или еще кто-нибудь. Кто-нибудь еще. И так далее. Но еще есть страусятник. Безусловно, африканская зона. Где будет несколько видов птиц. И опять фермерский зонтик. И мы дворик. И таким образом мы распределим большое количество зоопарков по всевозможным районам города. И в каждом районе города будет как бы свое сердце зоологическое. Свои животные. Где-то будут хищники. Может быть в каждом из них нужен свой обезьянник. Нужно несколько видов обезьян. Поскольку это тоже привлекает громадное внимание у всех посетителей. И желающий, например, посетить то-то, то-то и это с детьми. Он может совершать целый круиз по петербургским зоопаркам. Они по дизайну могут быть совершенно разные. Друг на друга совершенно не похожи. И самое главное. Одно дело найти громадную территорию под большой мегазоопарк. Поэтому то жертвский лесопарк становится жертвой подобного намерения. То, значит, подобного намерения является жертвой то юнталовский заказник. А найти территорию там 100 на 100 метров или 100 на 200. Несравненно проще. Хотя это тоже выглядит на сегодняшний день трудно осуществимым. По той простой причине, что на каждый такой кусочек земли есть большой спрос у застройщиков, которые хотят там построить коробку и заработать много-много-много на этом денег. Но вот я бы вот этот проект, вот этот странный о зоопарке, я, значит, бы всем рекомендовал городским властям. Надеюсь, из них кто-то слушает наш видеоблог, смотрит его. И подобного рода проект он, быть может, осуществит.